приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова на секундочку мы успели послушать колокольный звон я начинаю свое видео вот с такой красоты этот цветет шиповник в этом году он не ухоженный только-только дошли до него руки на следующий год я его подстригу может быть и пересажу уже даже посмотрите лепесточки облетели ах если можно было передать вам запах но я надеюсь вы знаете запах чайной розы вот такое сейчас голубое голубое небо у нас обещают дождик не знаю правда это будет или нет я вчера три с половиной часа поливала огород вчера у нас жара стояла просто неимоверная анечка приходила на наш диванчик отдыхать загорать немного передохнуть да вы спрашивали как там а не аня делает ремонт самостоятельно уже по заделывала штрубы где меняли проводку когда папа к ней приезжал уже даже дошла до финишной штукатурки потом конечно же вам все покажу но пока показывать нечего особо но для нее это большой прогресс она вчера мне говорит мам смотри как было фотографировала и как встала конечно же гордится проделанной работой потому что все делает самостоятельно да мы вообще все делаем самостоятельно за редким исключением в нашем доме мы нанимали только натяжные потолки а так все делали самостоятельно ну вот друзья полюбовались этим шиповником вот здесь под ним был склад сейчас я покажу вам что я уже сделала и сегодня поговорим об инструментах садовых инструментах расскажу о своих впечатлениях о своих отзывах о своих фаворитах может быть кому-то пригодится эта информация потому что нынче садовый инструмент дорого стоит и может быть послушав меня вы поймете что же вам нужно купить потому что 500 800 и больше тысячи вот такие цены сейчас на более-менее хороший инструмент увидела еще столько бутончиков посмотрите класс пчелки летают да моя ты хорошая труженица трудишься я тоже дружусь как пчелка мы с тобой похожи и так вот здесь я разобрала кучу все сложила вот сюда по осени когда соберем картошку я все вот эти досточки ну конечно хорошенькие которые мне пригодятся я оставлю остальное все сожгу вот эти козлы перевернутые вот один стоит один перевернутый они нам пригодятся когда будем облицовывать нам же еще облицевать нужно пристройку вот этом поэтому пока мы их бережем ничего с ними не делаем а потом конечно же все все разломаем вчера я полила деревья это абрикоски наши одну лешек садил это вот как ассоциация лешек и я вот обратите внимание какой лешек у нас стройный кипарис да и сейчас мы подойдем ко мне но не правда ли отличается до деревья но это так немножечко хорошего настроения вот здесь я нашла у себя семена укропа и все все сюда засеяла думаю что она будет здесь стоять земля пока здесь ничего нет может быть здесь что-то потом поскольку это будет зона отдыха может быть я засажу цветами смотрите как пошел расти хрен друзья все надо поливать все любит водичку был весь такой пшивенький а сейчас вон какие листья громадные в общем я здесь вчера да вообще все поливала ну а теперь плавно посмотрите какую деятельность я развела здесь посмотрите какая очищена площадка вот это столько мусора но это не мусор это зерна земля которую я снимала вот здесь можно сказать грызла зубами покажу каким инструментом я это делала и вот так вот уже сейчас все здесь вырисовываются здесь были бугры здесь была трава в общем все я это здесь вычищала вот уже так начинают вырисовываться это все готовлю под плиточку потом приедет лёшек и будем думать покупать гравий песок и уже начну здесь все это засыпать лёшек сейчас к сожалению перешел на новую должность и может приехать только на один денечек но будет стараться может быть что-то изменится в графике поэтому ложится такая тяжелая работа на мои плечи но ничего кондиционер я пока не включала в доме прохладно но если будет такая жара стоять под 30 градусов то конечно же придется включать и кондиционер пока он в таком дежурном режиме пусечка ты тоже дышишь воздухом коты у нас сейчас все трое гуляют на улице час утром где-то в 6-7 утра я их вывожу и в общем смотрю за ними уже был один эксцесс как кузьма пролез в такую пяти сантиметровую щель и когда я поняла что его нет во дворе что он за двором вышла у него ошалелые глаза и он мечется назад не может влезть в эту в эти пять сантиметров вот в общем пока за ними присматриваю пусть они так сказать привыкнут и потом может быть будут уже сами по себе гулять но сегодня кузьма услышал там драку котов и быстренько забежал в дом вот что еще сделала помните здесь вот городушка была возле сарая но такой навес непонятно что загородка такая в общем я все это разломала вот остался один дрын который потом лешек оторвет потому что там гвозди сотка я просто не выдеру а может быть и не будем выдирать будем брусом это все облицовывать и обшивать вот здесь раньше в этом доме было печное отопление и вот видите даже уголь лежит вот эти камни я по вырывала что-то из земли что-то здесь лежала еще ведро с глиной стоит сейчас я вам вот так вот прикрою сарай и покажу как расширился двор когда все убирается посмотрите какая здесь конем ходи когда все сделается облицуется выложиться плитка облицуется дом здесь будет просто красота красивая вот здесь вот я эти городушки по этой стене такие же убирала всякие навесы ненужные вот этот навес я не убрала конечно же он нужен он прикрывает дверь от дождя а вот его просто заменим на более цивильный а так эти городушки для меня не нужны может быть в свое время они кому-то были очень нужны и потому что я вижу что все лепилась из каких-то досочек видимо не из чего было делать и уголь прикрывался видимо от снега от дождя ну и вообще это людям было нужно вот поэтому я не осуждаю все делает каждый под себя мне сейчас это не нужно поэтому я все это убрала вот уже практически и вторая стена под облицовку готовы что еще об изменениях сейчас вам расскажу вот этот сарай мы будем убирать и изначально я вам говорила что будем строить летнюю кухню нет друзья здесь будет не летняя кухня я поставлю видео заставку одного фото если получится и вы посмотрите мою идею вот так же это фото размещу в социальных сетях вконтакте в одноклассниках в общем то может быть получше рассмотреть потому что заставка на видео она же быстро исчезает а вот здесь будет кухня так скажем двух стенок проще говоря терраса вот это все уберется туалет тоже уберем и перенесем вот туда к забору и там же будет душ вот и вот здесь я все засажу цветами здесь будет конечно плитка качели там тоже тент сделаем такой сначала хотела купить шатер но почитав отзывы сатер сносит ветром это ненадежно конечно очень удобно поэтому нашла другую очень классную идею такую добротную беседку тент конечно же со временем все увидите но это не в скором будущем хорошо если к осени а то может быть и на следующий год вот когда это все уберется сразу будет видно сад сразу расширится обзор но будет намного приятнее глазу в принципе вот этот сарай он не будет мешать вы мне там писали что перенесите его нет друзья это вообще нереально шпалы перенести да и зачем надо но здесь у нас пристройка стена здесь все равно она глухая так скажем он практически находится по эту стену здесь у нас ничего как бы нет поэтому он нам не будет мешать но вот где-то полтора метра он сюда как бы заходит конечно если бы он был немножко сдвинут или поменьше был бы может быть по-другому было ну да ничего тоже будет все красиво поскольку я я и лёшек решили вот сделать здесь террасу двустенок где будет стоять газовая плита ну так сказать мини кухня где можно будет делать заготовки на зиму туда мы проведем воду купим баллон газа и это будет очень удобно на свежем воздухе заниматься катанками в зиму поэтому поскольку яма не нужна я засыпала яма из туалета ведь она хорошая с кирпича все но я ее засыпала всяким хламом который вот вырывала из земли вот эти все кирпичи все туда по засыпала и и все равно нужно засыпать чтобы не таскать это неведомо куда вот я решила ее засыпать вот эта картошечка которую я сажала 27 мая тоже вся уже по всходила и вчера тоже полила жуков пока нет здесь вообще нет вот танечка посмотри на свой лук батут называется до который рассеивается тут пчелки трудятся вот сколько семян вот как он весь разнесется и все здесь зарастет луком снег сходит и зеленый лук у вас есть так теперь насчет вот этого лука друзья вы мне писали что не будет головок ну то есть на репку лука не будет поскольку я 5 килограмм зеленого лука уже сняла отсюда я думаю что лук будет посмотрите как вот неделька наверно прошла как он отошел как будто его и не срезали я его не срезала кстати я говорилось там видео я рвала его руками вот даже видно тут вот сорван ну то есть видите как он уже отрос даже я же отрывала пониже его вот здесь вот сорвана ну то есть я оставляла несколько перышек так меня учила мама нерве весь он будет дальше расти так что я думаю головки будут тоже может быть не такие крупные я его поливаю здесь земля как пух видите уже можно нельзя даже сказать что его срезали вот это я здесь не трогала вообще он уже даже стал сам ломаться видите он сам уже ломается и ложится начинает где-то в середине лета я его распушу смысле поразгребаю головки чтобы были сверху еще рано это делать и тогда лук уже пойдет в головки вот вчера подкормила перец ночью он стоял без вот этого укрывочного материала это сетка она дышит это не полиэтилен вот вчера подкормила коняшным навозом вот стоит лес в этом писали по поводу коронного этого цветка что его надо срывать и будет много перца друзья это все неоднозначно в каких-то случаях его нужно срывать в каких-то случаях его не надо срывать я увидела что погода изменилась что потеплела что он начал расти благоприятные погодные условия и я этот коронный цветок не срывала если холодное лето если вы видите что никак не нет тепла и перец просто не не выкормит свои перчики и чтобы было больше и было полегче их выкормить ему тогда этот цветок нужно срывать всю эту информацию я черпаю конечно же из youtube но поверьте там тоже нужно фильтровать информацию иногда такой бред говорят вот уже и картошечка зацвела цветочек все по поливала я вчера все морковочка пошла ну и теперь плавно сейчас вот здесь пройдем подойдем к инструменту я покажу какой инструмент купили и расскажу о нем уже морковку я прорвала подпушила вчера полила подпушила помидоры тоже видите все ухоженные прополотые про подпушенные травы у меня в огороде практически нет в общем слежу здесь тоже все подпушила клубничка тоже пошла очень много клубники навязалась уже есть такие вот на каждом кустике по 5 по 6 штучек и не знаю видно вам ягодки сейчас как раз она наливается поэтому ее нужно поливать так ну вот подошли и к инструменту посмотрите сколько мы его уже приобрели когда я въехала в этот дом здесь были только вот эти грабли причем с новым черенком и вот эти виллы вот эти виллы я никогда не выброшу потому что именно они помогли мне вскопать огород подготовить его к весне я купила сразу же в том году как только въехала вот эту лопату и если бы не виллы я бы этой лопатой не вскопала огород очень тяжело ну а все остальное было приобретено сразу начну с фаворитов вот это очень рекомендую это называется стриж наверное когти стрижа напоминает покупала на вайлберис без черенка черенок покупали у нас здесь в магазине очень рекомендую друзья этой штукой представляете это уже держу телефон а меня вот комар я его раздавила уже кровь даже пошла прям сел на палец и мест меня так вот это очень рекомендую тоже около 400 рублей только вот эта насадка но и 160 по моему черенок дальше лёшик купил облегченную лопату вот такую ею очень легко копать видите ну она не везде как бы если тугой грунт и нужно что-то выкопать то ею нет это для мягкой земли вот если мягкая картошка выкапывать по осени можно ну и вообще она в общем облегченная хорошая штука очень вот это лопата тоже именно ею я сейчас убираю за вот там где я показывала в зоне отдыха не и очень легко вот так вот прям я грызу так площадь рабочая большая она прямоугольная в общем тоже хорошо имею даже там где лёшик не доставал мы чистили крышу перед покраской так но это стандартная лопата но она тяжеловатая так идем дальше вот этой лопаты мы еще не пользовались здесь чем она отличается здесь металлический черенок лёшик говорит что тоже пригодится но пока не было в деле плоскорез фокина без него вообще никуда это тоже я отношу к фаворитам скашивает все сорняки даже можно подпушивать умеючи классная штука вот большой вот маленький покупала на вайлдберрис дальше вот эти виллы торнадика вот сейчас его так переверну вот виллы торнадика отличные очень удобно нажимать здесь вот есть такая площадка в отличие от этих здесь вот такие покатистые видите ну вот эти удобнее для ноги тоже фаворит тяжеловатые но очень классные вот это тоже из этой фирмы торнадиха выкручивает сорняки тоже хорошая вещь но ею я мало пользуюсь кто-то ее очень хвалит но я не могу ее отнести в фавориты для меня она как-то но не знаю может быть может быть когда-то потом да я и уже все сорняки по вывела помните что здесь было в этом огороде даже не верится какой сейчас чистенький огород поэтому она вот эта штука мне пока это если вы купили участок и он весь в одуванчиках конечно она вам нужно вот с такими вот ручками это все ручки шли в подарок вот эти когда я покупала тоже на вам berries такая же похожая штука только в меньшем размере этого тоже вот такой вот вообще не пользовалась пока что один раз что-то там как-то ну в общем хорошая вещь но не в фаворитах по крайней мере у меня друзья ну грабли они есть грабли тоже нужны что-то забороновать где-то выгрести листву ну и конечно же тачка без тачки друзья вообще никуда я ее купила не очень дорого то ли 3 200 что-то такое по осени вы помните есть видео и сейчас этой тачкой я просто ее набираю полную и покатила это этот мусор вон и в яму в туалет да и вот сюда вот здесь вот тоже буду здесь что-то засыпать что-то снимать и ну в общем выравнивать вот эту вот поверхность тоже конечно же благодаря вот этой тачки вот кстати где сейчас стоит инструмент здесь была яма вот я то что там отрыла сюда этой тачкой привезла засыпала вот здесь уже более-менее выравнилась поверхность так что друзья вот такие у меня продвижения вот такие планы на будущее смотрите какая красивая крыша пока краска держится уже дожди были ну посмотрим вообще производитель этой резиновой краски гарантирую 10 лет ну хотя бы на лет 5 хватило да это хорошо ну надеюсь вам понравилось это видео новости мои пока закончились начинали мы с вами крас красоты ей уже и закончим все мои хорошие я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока